Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 августа, день Трофима, назван в честь святых мучеников Трофима и Феофила. Они отказались принести мерзких жертв бездушным идолам. За это были подвешены на мучилищном древе. Язычники терзали тела их острым железом, бросали в страстотерпцев камнями, перебив у них голени, бросили их на костер. Но святые были сохранены целыми и невредимыми посреди пламени и вышли из огня без вреда. Тогда разъяренные мучители отсекли им мечом честные головы. Обычно сегодня началась страда, работы было очень много, работали до поздней ночи. Отсюда и появилось название у этого дня – Трофим Бессонник. Крестьяне говорили – хорошему хозяину и день мал. В этот день ходили в лес собирать ягоды. Хозяйки делали разнообразные домашние заготовки. Отсюда этот день часто называли – Калинник-малинник. Кстати, на Руси очень ценили ягоду-калину. Из нее можно было приготовить вкусные целебные снадобья. Ягоды использовались для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, как мочегонное и общеукрепляющее средство. Кожные заболевания лечили настоем из цветков калины. Сок из ягод калины шел на приготовление мармелада. В ход даже шла кора калины. Из нее готовили настои для успокоения, отсудорох, применяли для остановки крови. Любили крестьяне и малину. Сегодня ее собирали, ели в свежем виде, готовили компоты и варенье. Приметы. Если сегодня долго собираться, не успеешь сделать все работы. И если мошка лезет в лицо, к непогоде с дождем. А как еще его используете? С целью там. Мы засолим. Вот этот сорт очень хорошо в солке. Когда ты был астраханец, а потом сейчас икарб. Все берут солить его. И я его делаю так. Ну, когда режем скидку. А то беру, разрезаю вот так вот пополам. Обычно небольшой килограмм, 4-5. Сок выдавливаю в кружку. И пью сок. Смоченый арбуз и соленый. А это для чего? Или просто вкусно? Просто вкусно все. Мне нравится. Вот поэтому я ее делаю. Ларь. Капитрович. Капитрович, да. Махадарю. Дыня тоже. Дыня лечит. Камни печени желстно выгоняют. Именно дыня. Ага. Если мягкая пергуза способствует тому, что растворяет и выводит камушки из почек, мочевых пузырях, то дыня, она действует несколько выше на камни, которые находятся в желчном пузыре. И там конкременции в почках. А ее как едите? Как ее надо есть? Ну, дыня вообще рекомендована есть за 2 часа до еды или через 2 часа после еды. У каждого человека разные ганиски. Могут потом слабина быть и неблагоприятно действовать. А я ее ем и с арбузом, и после большая сразу. Мне как-то все равно было. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных корочек. Раньше она им делала варенье с арбузом. Мед, так он называется. Арбузный мед? Да. Как он называется? Ну, у нас арбузный мед называли. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой. Вырезали, обчищали. Ну, то, что не это самое, не кондиция. Не идет, да? Не кондиция. Она обрезала мякоть, она просто-напросто вываривала, семечку убирала. И кипятила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, так как всю зиму ели. О, перечень. А вот что еще, может быть, слышали какие-то там, кто-то как-то арбуз применял или дыню, так-всяк. В принципе, ничего не слышно. Живой пример же был, когда у мужика отекшие ноги были, а потом арбузы стал есть, и ноги... Ну, он отек может сниматься из-за того, что жидкость выгоняет, способствует... А, отеки были. То есть, для снятия отеков. Вот такие ноги, колодки были. Ого-го. Арбузы пошли, он каждый день арбузы съедал. И ноги как будто... Дождь бея отстал. Это ему было пятьдесят с чем-то лет в те времена, да? Ого-го-го-го-го-го-го-го. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую наростку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот. Побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok